В окно зима стучится, а у учителей жаркое время работы, всевозможные конкурсы, единые уроки в сети интернет, курсы повышения квалификации, подготовка к 75-й годовщине Великой Победы, электронные журналы и другие виды отчетности и так далее. А теперь умножьте это на 10 и получите заботы и переживания руководителей образовательных учреждений. Чтобы дарить за участие в районных проектах, особенно дошкольные образовательные учреждения, это 75-летие и профориентационные проекты, слышу отзывы от родителей, вижу в сети интернет, настолько масштабная, серьезная, а главное качественная и полезная работа проводится, просто нет слов. Кроме всего прочего, хочу сказать, что оказывается, нас смотрят недалеко, как вчера, особенно по 75-летию Ольга Сергеевна Шаряна увидела. Поэтому вы молодцы, это в вашем лице все, большое вам спасибо. Чтобы напутствовать директоров школ и детских садов в их нелегком профессиональном восхождении на педагогический Эверест, начальник управления образованием и молодежной политики района, Светлана Александровна Клеилкина собирает своих подчиненных на особое совещание. Вводы 13 ноября 2019 года на Совете директоров обсудили множество стратегических вопросов различных направлений, в том числе обсудили участие педагогов района в региональном проекте «Дети учат» и форуме «Директор школы». Директор школы – это не только главная классная мама для учителей и учеников школы, это прежде всего организатор учебного процесса, завхоз и, конечно, делопроизводитель. Потому в перечне обсуждаемых вопросов, паспорта безопасности, дорожного движения, организация пожарной безопасности, подготовка к ЕГЭ, профориентационная работа. И это не полный список. Так что руководители образовательных учреждений района получили заряд положительных эмоций и вдохновения для будущей работы. Теперь это вдохновение они развезут по своим школам и дошкольным учреждениям.